Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о соборном послании святого апостола Иакова. Сегодня мы с вами читаем четвертую главу. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Живаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Препираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодеицы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас. Но тем большую дает богодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает богодать. И так, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. В чем источник конфликтов, видит апостол Иаков, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших. То есть от желаний, которые не имеют отношения к Богу, но иногда могут маскироваться. Вот у человека гордыня может маскироваться под ревностное служение Богу. Ярость и ненависть под богочестивую такую ревность о вере. И тому подобное. И от этого происходят вражды и распри. И желаете, не имеете, убиваете, завидуете, не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, не имеете, потому что не просите. То есть люди обращаются за удовлетворением своих нужд, не к Богу, а пытаются эти нужды удовлетворить путем конфликта, пытаясь что-то отнять у других. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. И здесь нам апостол говорит о том, что не все молитвы будут Богом отвечены, не все будут приняты, потому что иногда люди просят о чем-то, что не полезно им и не полезно другим. И почему все это происходит? Почему вот такая беда? Апостол говорит, прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Что такое мир? Ну, иногда люди понимают, что мир — это просто сотворенный мир, мироздание, которое Бог создал. И люди в этом мироздании. В данном случае это, конечно, не так. Да, Библия может использовать слово «мир» именно в этом значении, когда, например, сказано, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но здесь мир — это система ценностей и представлений, основанных на отвержении или игнорировании Бога. И любить мир значит исходить из мирских ценностей и установок. Соглашаться с тем, что мир считает правильным, желать то, что мир считает желанным. Там мир, допустим, считает желанным власть, почести, богатство. И престиж. Я считаю, что все это у меня должно быть. Я очень печалюсь, что у меня этого нет, или у меня это вот не столько, сколько я хочу. Вот в этом отношении я соглашаюсь с миром. И если я выбираю мирские ценности, мирские установки, я впадаю в такое духовное прелюбодеяние, в духовный Буд в том плане, что я отворачиваюсь от Бога и ищу себе счастья, ищу себе радости, ищу себе удовлетворение моих нужд где-то на стороне. Вот образ Будда тут использован, потому что Будда — это когда негодный муж, например, ищет удовлетворение своих потребностей и физических, и эмоциональных, еще каких-то не в своей законной семье, а где-то на стороне. У него есть определенные потребности. И эти потребности, они должны быть удовлетворяемы в семье. Но он Буддит, то есть он ищет удовлетворение этих потребностей где-то на стороне. Где-то на стороне его должны принять, где-то на стороне его должны похвалить, где-то на стороне его должны поддержать. И это, собственно, и является причиной Будда. И точно так же, когда человек установил отношение с Богом, он вступил в завет со Христом, и он ищет удовлетворение своих потребностей в принятии, в осмысленности, в общении с другими людьми где-то в ней помимо Бога, в каких-то мирских обстоятельствах. Например, человек ищет похвалы не у Бога, он стремится не угодить Богу, а он стремится угодить какой-то группе людей. И вот против этого предостерегает апостол. Он говорит, что Бог нас любит до ревности. Бог требует нашей верности. Мы должны искать счастье, мы должны искать утешение, поддержки, признание, прежде всего, у Него. Но тем больше дает Богодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает Богодать. Очень важные слова, которые еще раз ставят нас перед тем фактом, что Библия проповедует мораль противоположную в некоторых отношениях мирской. В миру гневаться – это хорошо. Если ты гневаешься на плохих людей, то ты правильно поступаешь. Честный человек, он и должен гневаться на негодяев. Апостол говорит, нет, гнев человека не творит правды Божьей. И здесь мы видим еще одно качество, которое в миру кажется хорошим, но осуждено Богом. Это гордость. Гордость именно как превозношение, как нежелание смириться, как стремление поставить себя выше. И вот в миру слово «гордый» часто звучит позитивно. Иногда подчеркивается, что я гордый человек, и это хорошо. Но Библия говорит, что быть гордым плохо. Гордыня не дает человеку принять милость Божию. Вообще для того, чтобы принять какую-либо милость, какую-либо помощь, я должен смириться. Для того, чтобы научиться чему-то полезному, я должен смириться. Для того, чтобы, например, научиться какому-то ремеслу, я должен признать, что я им не владею. Для того, чтобы прийти к врачу и получить медицинскую помощь, я должен признать, что вот врач, который годами учился, потом годами практикует, он все-таки лучше разбирается в лечении болезней, чем я, вот пять минут, походив по интернету. Я должен смириться и признать превосходство другого человека в каком-то отношении, что он лучше в этом разбирается, он лучше понимает. Чтобы обрести вечное спасение, я должен смириться перед Богом. Я должен признать, что я не прав, а Бог прав. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Человек, который покоряется Богу, он может противостать дьяволу. Дьявол реален, дьявол могущественен, дьявол изобретателен, и он ищет погубить христиан, но ему это не удастся, если человек покоряется Богу. У Аввы Дорофея есть рассказ о том, как некий подвижник увидел все сети дьявола в видении, и, видя какие-то многочисленные, какие-то хитросплетенные сети, он очень испугался, он очень печалился, и он спросил, ну как же можно всего этого избежать? И ему был голос, смирение избегает их. То есть смирением дьявол поражается, он терпит поражение. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Мы живем в мире, где плакать, сокрушаться и рыдать, но считается чем-то неправильным. Надо всегда иметь позитивное настроение, надо всегда держаться бодро и веселиться. И вот в некоторых случаях уместно сокрушаться, плакать и рыдать, чтобы дать Богу возможность прийти к нам на помощь. Бог всегда ищет помиловать человека, но когда человек уверяет себя, что с ним все в порядке, что все хорошо, он делает себя недосягаемым для Божьей помощи. Если самый лучший на свете врач приходит, чтобы оказать мне помощь, а я говорю, да со мной все в порядке вообще, я отлично себя чувствую, он мне никакой помощи не окажет. Если я скажу ему все как есть, вот у меня такие-то проблемы, то я эту помощь получу. И вот когда человек признает реальность своего греха, признает реальность своей немощи, и ее оплакивает, вот тут он делается доступным для Божьей милости. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. Если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Апостол запрещает нам злословить друг друга, и важно отметить, что речь не идет о запрете злословить хороших людей. Потому что когда мы кого-то злословим, мы верим, даже искренне верим, что это плохие люди. Их и надо злословить. Они этого заслуживают. Но апостол говорит, нет ни злословисти. Мы снова и снова видим, как Слово Божие требует от нас того, к чему мы по природе совершенно не склонны. Мы склонны друг друга злословить, но Слово Божие говорит, нет. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. Если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Ты не имеешь права быть судьей по отношению к твоему брату. Если ты видишь, что брат твой согрешает, ты должен искать помочь ему, как-то поддержать его, как-то помочь ему выкарабкаться, но ты не должен его судить, потому что не имеешь такого права. Иногда люди напоминают об этих словах или о словах Господа, не судите, чтобы воспретить христианам вообще иметь суждение о чем-либо. Ну, например, там люди проповедуют уже учение, и им говоришь, это вообще-то уже учение, это неправда на самом деле. Говорят, ну как же, вам же сказано, не судите. Или люди проповедуют грех и говорят, что грех – это что-то совершенно нормальное, и это нужно все принимать и одобрять. Им говорят, нет, вот нельзя так. Им говорят, ну вам же сказано, не судите. О чем здесь речь? Можем ли мы судить о каких-то поступках? Можем ли мы судить о каких-то учениях? Не только можем, но и должны. Мы должны быть рассудительны. Мы должны распознавать что угодно Богу, а что не угодно. Но при этом мы не должны судить людей в том плане, что не наше дело произносить приговоры. Мы можем сказать, что этот человек заблуждается. Можем сказать, что этот человек неправ. Но мы не можем сказать, что он окончательно осужден, отвергнут Бога. это не наше дело. Мы не знаем. Мы можем и должны обличать неправду, но мы не должны уничижать и осуждать и стремиться уничтожить людей, потому что только Бог видит человеческое сердце. Допустим, этот человек пал, и он действительно согрешил. Но и такими предостережениями полна вся святоотеческая литература, ты тоже мог бы согрешить и пасть в его положение еще хуже. И ты видишь, что он пал, но ты не знаешь, может быть, он уже покаялся пред Богом, Бог его давно простил, а ты уничижаешь человека, который уже примирился с Богом. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. Только Бог обладает всеведением, только Бог обладает совершенной справедливостью, только Бог обладает совершенной благостью, и Бог будет разбираться с этим человеком. Не наше дело его как человека судить. Теперь послушайте вы, говорящие. Сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год, будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет добро делать, и не делает тому грех. Апостол предостерегает против надменной самоуверенности. Есть известное такое присловие «хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Мы не можем быть уверены в том, сбудутся ли наши желания, сбудутся ли наши планы. Мы должны понимать, что наша жизнь находится в руках Бога. Не мы сами являемся господами нашей жизни, но Бог. И нет ничего, конечно, плохого в том, что человек составляет планы. Вот тут речь идет о каких-то предпринимателях, о каких-то купцах, которые отправятся в город, там будут год торговать, получать прибыль. Они, собственно, занимаются своей работой, что неправильно в том, что они так говорят. То, что они делают, это уповая на себя, а не на Бога. Мои планы сбудутся. Будет так, как я определил. И апостол говорит, нет, не будет так, как ты определил. Будет так, как определил Господь. И человек должен смиренно полагаться на Божью милость. Он должен трудиться, он должен строить планы, он должен их осуществлять, но он должен при этом понимать, что все в руках Бога и полагаться на Божью милость. «Всякому, кто разумеет делать добро и не делает тому грех». То есть тот человек, который имеет возможность делать некое добро, но не хочет делать, отказывается, он этим согрешает. Мы с вами прочитали четвертую главу соборного послания святого апостола Иакова. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру».